В эфире ОТВ программа Акцент. Павел Рубцов в студии. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях адвокат Владислав Идамжапов. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим мы о деле так называемого пикапера, который испортил вообще слово пикап. В нашем восприятии это тот человек, который приставал к девушкам, отбивался от тех, кто пытался девушек защитить, в том числе баллончиком, которому назначили 8 суток административного ареста. То есть человек просто ходил на улице, приставал к девушкам, если ему отказывали, он начинал применять какие-то насильственные действия. Вы защищаете как раз девушек или девушку? На сегодняшний день я защищаю одну девушку, в отношении которой было совершено такое нападение. Но тем не менее, возможно еще присоединение. На сегодняшний день вообще нам известно о четырех случаях таких нападений, якобы приставаний, но пока заключено соглашение только с одной из. Но мы, конечно, не против. В случае, если окажется, что пострадавших больше, мы можем оказать на основании бесплатного соглашения про БОНа помощь этим девушкам. Хорошо. Чего хочет ваша доверительница? Она хочет, чтобы органы предварительного расследования разобрались в ситуации, привлекли к ответственности и при наличии оснований применили, возможно, принудительные меры медицинского характера. А это возможно? Вот как, на ваш взгляд, что произошло? Что произошло вот в этих случаях? Потому что, когда мы смотрим на записи из зала суда, то тоже возникают некие подозрения, что человек не очень здоров. Ну, в данном случае, конечно, необходимо поставить вопрос о назначении психолого-психиатрической экспертизы, потому что некие основания для этого имеются. А дальше, в ходе судебного разбирательства, если суд придет к выводу о возможности назначения и уголовного наказания, и принудительных мер медицинского характера, то это в совокупности возможно и, наверное, будет более целесообразно по отношению к такому гражданину. А чего будете добиваться все-таки? Мы, в первую очередь, для того, чтобы была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, после того, как мы изучим результаты экспертизы, справедливого наказания. В данном случае, несмотря на то, что санкция содержит наказание в виде лишения свободы, до двух лет лишения, надо сказать, что этот вид наказания неприменим к нему, поскольку он привлекается к уголовной ответственности впервые. Поэтому санкция вообще содержит по этой статье шесть видов наказаний. Три из этих наказаний неприменимы. Неприменимый арест, неприменимое лишение свободы и принудительные работы. Здесь может идти речь только о обязательных работах, исправительных работах и ограничении свободы. На ваш взгляд, ограничение свободы – это правильный выход? Ну, честно говоря, для достижения цели и наказания, я считаю, что самый приемлемый вариант – это ограничение свободы. Это не значит, что он будет помещен в тюрьму, в колонию и так далее. Он может быть ограничен в любом пространстве? Да, то есть, как правило, это невозможность выхода в какие-то общественные места в определенный период времени. Ну и, собственно, в этом, наверное, и заключается основное требование для достижения цели уголовного наказания. Вот конкретно вот в данном случае. Для того, чтобы исправить осужденного, виновного, и предупредить совершение им новых преступлений. То есть, таким образом, условно говоря, мы предупреждаем появление маньяка? Да, если хотите так, то можно. Ну, конечно, здесь необходимо назначение психолого-психиатрической экспертизы и изучение, тщательное изучение личности. Все-таки, если мы посмотрим на видеозапись нападения на одну из девушек, то видно, что у него мгновенно возникла такая немотивированная агрессия по отношению к девушке, в связи с тем, что она отказала в знакомстве. На мой взгляд, здоровый мужчина, конечно, вот подобными реакциями не отличается. Ну, отказал-отказал, ушел, и все. Отказал-отказал, ушел. А более того, он еще напал на тех, кто пытался девушку защитить. Более того, да, он распалил газовым баллончиком в отношении мужчины, который заступался за эту девушку. Сколько он должен быть ограничен в этой самой свободе? Ну, в пределах санкции. Санкция предусматривает от двух месяцев до двух лет ограничения свободы. Ладно, хорошо, два года. Насколько это поможет предотвратить его превращение в маньяк? Честно говоря, я думаю, что само по себе лишение свободы в виде ограничения свободы не предупредит совершение новых преступлений. Здесь возможно и более целесообразно применение принудительных мер медицинского характера, связанных с амбулаторным наблюдением, стационарным наблюдением, ну, в зависимости от вида психических расстройств, которые, возможно, будут выявлены. Что с той стороны говорят в процессе? Потому что, как понимаю, там есть мать, которая пытается защитить своего ребенка, что нормально, сам, собственно, обвиняемый, который не согласен с наказанием. Что там? Ну, на сегодняшний день, надо просто пояснить, он привлечен к административной ответственности за... Восемь суток, это административная ответственность за хулиганство. Не за нападение, а за мелкое хулиганство, связанное с его действиями, вероятно, в аэропорту. Но это никак не связано с самим нападением. По нападению действительно возбуждено уголовное дело, по статье 116, это побои. В данном случае уголовное преследование, оно только набирает обороты. Его выпустят буквально утром следующего дня, да? И что дальше? Вы думаете, его задержат уже по уголовному делу? Я считаю, что это было бы приемлемо и целесообразно, и очень разумно, если бы после выхода из спецприемника его задержали и применили определенные меры. Ну, там суд будет решать, оставить его в СИЗО, либо домашний арест. В СИЗО, я думаю, крайне маловероятно. Здесь речь может идти о домашнем аресте, либо запрете определенных действий. Вот тот или иной вид меры пресечения, домашний арест или запрет определенных действий, нас бы, в принципе, устраивал. Главное, на период следствия и судебного следствия ограничить этого человека в выходе, возможности выхода в общественное пространство, чтобы он не смог повторить подобные деяния. Очень такой глупый, наверное, вопрос. Он хотел уехать в Москву вместе с кошкой, на которую все обратили внимание. А сейчас что с кошкой, кстати? Что с кошкой мне неизвестно, но наверняка я надеюсь, что с ней все хорошо. Хорошо. Ну, может, уехал бы и все, и избавились от проблемы. Он не ходил бы по нашим улицам, он не приставал бы к нашим девушкам. Ну, уехал бы в Москву, там бы московские органы разбирались. Нет. У нас принцип предварительного расследования по месту совершения деяния. Поэтому, если бы он уехал, то это было бы еще одной из причин, одним из аргументов для применения меры пресечения в отношении данного гражданина. Намерение скрыться и так уже показывает, что необходимо применить меру пресечения. А вот были ли подобные случаи у нас в практике такой? Вообще подобные случаи, они, конечно, встречаются, но, как правило, они носят латентный характер. Поскольку, во-первых, не все девушки, к сожалению, которые подверглись подобному нападению... Вопросы о тех еще трех, которые не обратились. Не все девушки, во-первых, обращаются с соответствующими заявлениями, которые послужат поводом для уголовного преследования. Во-вторых, не всегда успевают зафиксировать повреждения, не всегда обращаются за медицинским освидетельствованием. Как вам кажется, что должна сделать девушка, когда вот встречается с таким пикапером? Прежде всего, не вступать в контакт, не общаться, никак не реагировать, спокойно продолжать идти той дорогой, куда шла. Но можешь оказаться в сугробе. Ну, тогда привлечь внимание других граждан. Вот в данном случае этот гражданин, он напал на девушку в самом центре города, возле оперного театра, в дневное время, в 14.30. Это его не остановило. Что еще раз означает, что необходимо пристально изучить, очень внимательно изучить эту личность. А как его нашли вообще? Это камеры помогли? Здесь нужно отдать должное. Я полагаю, что действительно сотрудник участкового и полномочия отдела полиции номер 7 хорошо поработал. Он обратился в, по-моему, театр оперы и балета, получил видеозаписи с камер наружного наблюдения, и тем самым удалось установить личность этого. То есть у нас есть система распознавания лиц, получается? А я так полагаю, что поскольку случаев нападений было несколько, кто-то из пострадавших успел зафиксировать. Я даже в СМИ наблюдал фотографии этого гражданина. Ну и в целом, я думаю, оперативным путем не составило труда установить личность этого гражданина. Может тогда больше камер? Я думаю, в центре города у нас и так достаточно камер. Новая система должна, не раз в том числе в этой студии говорили, в том числе и депутаты городской думы, о том, что нужно вводить некую новую систему, которая будет систематизировать все эти видеоизображения и помогать следственным органам, органам правопорядка, искать таких вот людей. Ну, насколько мне известно, на социально значимых государственных объектах такие установки уже имеются. Поэтому нужно ли подобные видеокамеры размещать на каждом здании, я не вижу. Я думаю, что бюджета, наверное, не хватит. Ну, есть же, да. Частные камеры. Я к тому, что не будет ли это противоречить каким-нибудь правам человека? С вашей адвокатской точки зрения. Ну, я не думаю, что это будет нарушать права. Если человек ведет себя в соответствии с законом, то само по себе наличие камер в общественных местах права случайного прохожего никак не нарушит. Как могут поразить еще в правах этого самого человека, пикапера, так называемого? Он же студент, кажется. Насколько мне известно, студент второго курса Уральского федерального университета. За это можно отчислить? То есть человек попал под уголовное преследование. Можно ли за это отчислить человека? Здесь нужно изучать уставные документы этого университета. Если положение соответствующее предусматривает возможность отчисления за совершение правонарушения, не подобающего студенту, то, вероятно, возможно и будет отчисление. А вообще стоит ли давать такой широкий, широкую огласку, такой ход этому самому делу? Потому что, мне кажется, пикаперов таких изрядное количество. Просто этот попался. Я думаю, что стоит, поскольку у нас одними из целей уголовного наказания являются общая частная превенция. Что это означает? Общая превенция, это означает, что один совершил правонарушение, его привлекли к уголовной ответственности, и все об этом увидели. И никогда, точнее, у многих не возникнет никакого желания повторять такое правонарушение, поскольку за это это повлечет привлечение к уголовной ответственности. Но если мы предполагаем, что у этого человека не все нормально с психикой, то ему все равно. То есть такие все равно вещи будут повторяться. Неважно, мы рассказываем, еще что-то показывается вот этим самым людям, они все равно будут нацелены на это самое дело. Но в таком случае единственный вариант – это применение принудительных мер медицинского характера и постановка этого гражданина на профилактический учет, чтобы органы, правоохранительные органы, органы местного самоуправления могли наблюдать за этим гражданином, контролировать его действия. Ну вот просто если он через два года, например, ну вот представим, да, два года ограничения свободы, неважно где, он выходит, у него заканчивается этот срок, за ним будут следить или нет, он будет на учете, будет ли галочка где-нибудь в органах. Насколько мне известно, вот его деяние, оно все-таки является основанием для постановки его на профилактический учет, и здесь многое зависит от действий органов, наших правоохранительных органов, как они будут работать, органы исполнения наказания. Могут ли его обязать отчитываться? Ну просто у нас много таких всяких законопроектов, которые обязывают, ну, педофилов и так далее, но тут тоже насилие, да, сексуального характера предполагается. Могут ли обязать его отчитываться о его местопребывании, о том, что он делает и так далее, то есть приходить в органы соответствующие и ставить галочку? Ну, пока его не обвиняют в совершении преступления против половой свободы или половой неприкосновенности, речь идет о преступлении против личности, поэтому, скорее всего, это не будет основанием для того, чтобы он приходил, где-то отмечался, как лицо, склонное к совершению преступлений против половой свободы. Поэтому, ну, и надо сказать, что, наверное, система наша не идеальна в этом плане профилактического учета, и здесь как раз-таки мы видим определенные дыры. Нужно разработать... Надо вводить такую практику? В отношении таких лиц, я думаю, что да. Ну, и опять же, на основании... Здесь необходимо учитывать результаты психолого-психиатрической экспертизы. Если у него подобные склонности будут установлены, если есть психические расстройства действительно, то в таком случае, конечно, это просто необходимо. Для того, чтобы избежать... Ну, то есть то, что мы говорили, профилактика от маньяка будущего может сейчас и не быть им, у него такие легкие формы, да, вот этого самого действия, скажем так, а в последующем он может превратиться вот в того, кого придется искать заново и привлекать уже к другой ответственности. То есть, скорее, лучше его наблюдать? Конечно. Нужно наблюдать. И самое главное, чтобы в этой ситуации мы не ограничились каким-то формальным подходом. Я бы не хотел, чтобы дознаватели осуществили предварительное расследование, направили дело в суд, его осудили. Формально все отчитались, все молодцы, но, тем не менее, проблему на корню-то глубинно не решили. Нужно поработать над личностью, изучить ее. И здесь не только уголовно-правовыми средствами нужно разрешать эту проблему, связанную с этой личностью, с его наклонностями, а в области психолого-психиатрических экспертиз и именно этими средствами решать эту проблему. Спасибо большое. Напоминаю, в гостях у нас был адвокат Владислав Идамжапов. Я с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова